ну что ж друзья здравствуйте путешествие выходного дня с владимиром балашиным по латвии и сегодня в очередной раз покажу вам уникальные объекты которые стоит посетить особенно в это сложное время латвия самая позитивная страна евросоюза огломская базилика пилс рундовский замок это наши достопримечательности топ наша кухня и лучшая строительная компания в латвии бригада 1 спонсор этого выпуска итак путешествие выходного дня с владимира малышиным по латвии отправляемся мы в зоо ракши то есть это такой верблюжий рай находится он национальном парке гауи как видим дорога занимает час двадцать примерно если мы едем из риги примерно 20 минут если мы едем из цесиса расположен он очень уникально во-первых он находится неподалеку от города цесиса не так уж далеко от риги если разобраться в национальном парке гауи недалеко от лыжной трассы и его можно совмещать как с отдельным путешествием так и путешествием в комплексе если мы путешествием в город цесис и так вход смотрим на стоимость билета стоимость на одну персону 7 евро семейный 12 дети до двух лет заходят бесплатно радует ухоженность такое крепкое скажем фермерское хозяйство чистенько мило со старта хочется зайти напоминает какое хорошее ранчо можно приобрести корм для кормления верблюдов его здесь уйдет много верблюд и тут прожорливые это проверено и так мы запаслись кормом и поехали приятно то что такие животные как вот ламы альпаки они просто гуляют и ты можешь просто подойти понежиться потискаться полоскаться множество верблюдов они тут всех по моему видов они загороженные к ним доступ только через забор вот такие замечательные пушистые животные кормятся с руки не знаю дети очень в восторге латвия прибалтика и верблюды понимаете что немножко несовместимые вещи а здесь основной упор как раз на верблюдах и я думаю что если мы возьмем прибалтику всю то зоо смотрите что вытворяет раз и весь стаканчик проглотил разум офигенный аттракцион так вот если мы возьмем балтию то приятно за латвию за ракши то что это наверное единственный такой большой зоо где большое разнообразие верблюдов прибалтики такого нигде нету если вы любите этих милых животных хотите наслаждаться в большом количестве с разными опциями например кататься на них например выгуливать их по лесу то вам точно нужно заехать в ракши мы же рассматриваем ракши как трудностью путешествиях понятно что в связи с известными событиями я имею ввиду коронавирус не так много вариантов путешествий а они хочется преддверии праздников тоже просто путешествие меняют нас поэтому еще одно путешествие выходного дня как видите она безопасна даже в момент вирусов потому что здесь довольно большое количество территории здесь порядка семи гектаров она мне многолюдно и вы путешествуете своей семьей как можно видеть здесь практически все свободно и пусто латвия не многолюдно в целом а ракшири тем более вот один из аттракционов покататься на верблюде ну где еще такое может сделать в египте до до египта еще видимо не в этом году далеко не встретили мы двух одинаковых альпаков лам и ливерблюдов они здесь абсолютно все разные все уникальные все интересные гуляя по семи гектаром практически все заполнено животными нету свободных мест есть разные локации пейзажи но зависимости в какое время года вы попадете мы попали осенне зимний период зимы к сожалению в латвии вот сейчас вот такие иногда даже бывают с не павшими листьями плюс 5 плюс 7 погода это поздняя осень начала зимы покататься опция на ослике не просто покататься с гидом то есть парень катает в такой каретке и в принципе экономит ваше время рассказывает в целом о комплексе как он создался кто его населяет ну и всякие нюансы и тонкости но здесь люди довольно с любовью ко всему относятся мне понравилось строение с рума то есть он сделан очень интересно ну если кому интересно вот каждое такое бревнышко стоит порядка триста пятьдесят пятьсот евро то есть это не просто какая-то деревянная избушка это довольно дорогое сооружение творческие интересные в принципе вот так примерно латвия и жила это наш традиционный сруб не традиционный камин но он очень хорошо заходит в осенне зимний период это кафе мы погуляли мы промерзли мы устали мы хотим кулинарного оргазма интересностей заняли место у камина все простенько в латвии не принято как-то выпендриваться кичиться чем-то мы латвия мы очень любим семейные ценности все что связано с семьей природы это для нас самое то поэтому для семейных путешествий это то что доктор прописал мы сложайтесь своей семьей эмоциями своих детей на фоне латвийской природы не знаю я люблю латвию я живу в латвии и другая сторона мне не интересно хотелось бы услышать ваше мнение по этому поводу это глубинка латвии это цесец это далеко от тех мест где ездят машины и здесь такая простая милая деревенская идиллия горожанам этого часто не хватает иногда просто люди с депрессией с в этой внутренней агрессии связи с известными событиями хочется немножко отвлечься а милая кухонка которая зашла детям дети же у нас сейчас такие фастфудовые ребята вот поэтому им понравилась подача им понравилось то что мы у каменщиков тепле перекусили у и продолжаем дальше будет следствие по ракшери 7 гектаров все-таки ножки надо размять поэтому вроде бы не так уж много здесь эмоции но погулявшись вот поэтому обратите внимание на вот эти террасы то есть люди заморочились люди пытаются здесь действительно сделать какой-нибудь то место где живут альпаки и чтобы это как можно больше напоминала об этом месте ну видимо средства все-таки должны быть ограничены территория большая осваивать ее довольно дорого растут ребята развиваются поэтому следующий раз когда вы приедете сюда наверняка здесь будет что-то другое более интересное но мы ориентированы на детские эмоции кстати когда мы приехали то хозяева вылавливали рыбу то здесь в пруду выращивается рыба а на зиму она чтобы не погибал ее вылавливают какую-то более большой водоем отправляет а какую-то употребляет в пищу здесь же в кафе мне почему-то это действие больше всего понравилось то есть пока дети занимались вертблюдами альпаками там ламами папе было интересно сколько же наловят рыбы наловили примерно 12 товарных ящиков щучка ленек карпик не знаю я почему-то решил уделить этому время и для меня это релакс разрешили с удовольствием присоединился бы к ним мужички стопили баньку залезли в холодную воду выловили рыбку и в кофе юшечку тут же чтобы подать ее свежим посетителям а мы гуляем дальше есть место здесь для творчества обратите внимание на дверные ручки а кстати здесь можно остаться за 74 евро отель то здесь есть номера в отеле вы можете здесь остаться и вот вот в таком примерно стиле переночевать чтобы уж совсем так соединиться с латвийской деревне мне кажется вот этот вот и из альпака пледик вот этот вот чилийский по моему камин могу ошибаться но и примерно вот такого рода интерьер интерьеры то есть это холл в срубе с баникой конечно же шикарно конечно же можно взять и сувенирчики сувенирчики скажу честно переоценены слишком дорогое удовольствие здесь брать сувениры ну если это на развитие парка я думаю этого стоило потому что здесь действительно много творческих вещей но интересные то есть ребята креативят чего только не придумывают не смотрите на это взрослыми глазами ваши дети будут в восторге и это путешествие выходного дня рассчитаны на детские эмоции не по-другому здесь у них вот такой уголок сделай сам очень творческие вещи интересные на каждом вот из произведений искусства есть цена то есть вам что-то понравилось вы просто это берете и несете на отказ во первых уровень доверия нравится во вторых это действительно мастерская где кто-то по вечерам делает какие-то интересные шедевры мне это зашло тоже очень прикольно вдаль смотрим какие огромные просторы территория большая животные разнообразные но это когда путешествуешь знаешь когда заезжаешь в зоопарке где только одни львы об смотрите как загланул весь стаканчик а есть путешествие где одни верблюда путешествие выходного дня обошлось она нам 75 евро по моему она того стоила занял у нас практически весь день час дороги из риги час дороги в риф ну и порядка двух с половиной часов там если кто-то не знал об этом месте мне очень приятно что я вам о нем рассказал а также о моей замечательной стране латвии не скупитесь на лайки и комментарии до следующих путешествий выходного дня с владимиром молошиным приготовим всем пока